Сегодня днём разбушевавшиеся народные массы из дома 9 на улице Умельцев, подняв настоящий бунт, сумели таки остановить повторное отключение электричества в своём доме. Накануне горы электросети приняли решение ещё раз отключить общежитие домостроительного комбината на 8 марта, Баумана, Фурмана и вот этот дом на Умельцев. В конце июля энергетики уже обесточивали эти здания, но через неделю руководство ДСК вроде бы договорилось с кредиторами и свет в домах появился. Но вот спустя ещё одну неделю домостроительное начальство своё обещание не выполнило и энергетики вновь принялись за крайние меры. Сперва они благополучно отключили общаги на 8 марта, Баумана и Фурмзе, а вот в первом часу дня бригада электриков приехала на улицу Умельцев. Сначала вроде бы благополучно выключила электричество в трансформаторной будке, но вот потом набежало человек 20 жителей из 9 дома, которые в очень грубой форме потребовали немедленно включить свет. Они уплату, вырубили свет, понимаете как? Мы не платим свет. А мы на год вперёд заплатили. ДСК нам должно, понимаете как? Мы с ДСК работаем, мы с ДСК относим. Московский не платит, где бы он Московского вырубить? Они вырубили, нас отрубили. Так стало просто. Без вас сейчас холодный город отключено, горячий город. Зарядки нет, холодный нет. Света нет. Что такое? У нас родные, дети, маленькие продукты пропали. Всё пропало у нас. Второй раз уже при чём? Некоторые СМИ сегодня даже сообщили, что народ якобы поднял на руки УАЗик и начал его раскачивать. До такого на самом деле не дошло. Наша съёмочная бригада тоже присутствовала на месте. Но народ был действительно настроен крайне агрессивно и действительно грозился перевернуть УАЗ. Вооружённая охрана, которая на всякий случай сопровождала электриков, физическую силу применять отказывалась. Вызванный наряд районной милиции тоже в потасовку не организовал. Но что тут поделаешь, ведь и люди правы, которые остаются без света за долги каких-то их начальников. И простые работяги-электрики, в общем-то, тоже не виноваты, ведь они просто по приказу работают. Биспетчеры получили команду на отключение, значит, в этот комплекс по номеру. И отключили, всё исполнили, свою команду. Вот и всё. Ну а тут как бы... Ну что, люди нас атаковали, окружили машины, они выпускают. Бывает, и так бывает, бывает. По-нормальному люди относятся к моим естественными понятиями. А если не будут, до того уже они к своему-то начальству не идут. Они идут на нас, мы-то исполнители, вообще никто. Потасовка никому не была нужна, но через полчаса противостояния начальство гор-электросетей сообщило по рации своим электрикам, что посылают подкрепление, ещё одну группу неведомственной охраны, которые должны были помочь выбраться из блокады. Но гнев народный от этого лишь возрос. А надо заметить, что жильцы девятого дома уже прославились своей настойчивостью и находчивостью. Ещё 26 июля, когда их дом отключили от электроэнергии в самый первый раз, ночью какой-то неизвестный умелец с улицы Умельцев, уж простите за каламбур, вскрыл тонформаторную будку и включил рубильник обратно. Впрочем, тогда, на следующий же день, девятый дом отключили по новой, до 2 августа, то есть до заключения зыбкой договорённости с ДСК, которая была сегодня разрушена. Сегодня же, после второго отключения, народ всё-таки победил. Спустя примерно час руководство горэлектросетей, опять же, по рации, отменило приказ о подкреплении и велело подключить электричество обратно, после чего дежурный УАЗик беспрепятственно покинул улицу Умельцев. Но уже не доверяющие энергетикам, не хозяевам дома, жильцы остались на импровизированный митинг и решали либо заварить дверь, либо установить у трансформаторной будки круглосуточное дежурство. Уже позже стало известно, что руководство ГЭС, учитывая сложившуюся ситуацию, решило дать ещё три дня руководству ДСК. Но если и за этот срок домостроительный комбинат не выплатит оставшиеся 144 тысячи рублей, будут отключены все семи общежитий. И сегодня уже представители горэлектросетей обратились в прокуратуру с требованием установить зачинщиков организованного препятствия толпы. Впрочем, даже несмотря на столь громкие заявления, удачный опыт народного восстания наумельцев может стать примером и для жителей других общак, которые энергетики сейчас включают в больших количествах.